На востоке страны сегодня проживает 58 тысяч человек с ограниченными возможностями. Для их реабилитации в регионе работают 17 социальных центров, а в учреждениях строят пандусы. Но все это в основном в городах и крупных населенных пунктах. В селах же обычно люди с различными заболеваниями остаются наедине со своими проблемами. Светлана Кошелева из Кокпектинского района, мама ребенка с особыми потребностями, решила взять ситуацию в собственные руки и открыла первое в области тренинг-кафе для нестандартных личностей. Светлана Кошелева начинающий предприниматель. Вместе с 18-летней дочерью они встречают гостей в своем социальном кафе. Алина обслуживает посетителей, улыбается им, даже показывает какие-то движения танцев. А ведь раньше мама боялась, что общество никогда не примет ее солнечного ребенка. Так случилось, что мы зашли в кафе, и нам просто официант подошла и попросила нас либо покинуть заведение, либо пересесть в угол, где нас бы клиенты не видели. То есть нам было сказано о том, что к нам ходят клиенты, мы не хотели бы потерять их. Именно после этой ситуации в областном центре Светлана решила открыть свое кафе, где людям с ограниченными возможностями всегда будут рады. И два года шла к своей цели. Алина теперь здесь, учится готовить, помогает во всем маме и стала гораздо самостоятельнее. И я психологически уже немножечко повзрослела за эти 4 месяца. И мой ребенок уже становится примером для родителей, деток которых могли бы у нас уже социализироваться и идти дальше в работу. То есть трудоустраиваться. Работают здесь и мамы детей с различными заболеваниями. Для выпускницы детского дома Татьяны Карамышевой семья Светланы уже стала родной. Помогла она мне поднять ребенка. У меня у самой ребенок инвалид. Мы в начале, как он родился, все было хорошо, а потом оказалась у нас эпилепсия у ребенка. И сейчас я работаю в этом тренинг-кафе, в социальное кафе. Проблем у социального бизнеса сегодня немало. Иногда даже не хватает денег на выпечку. Но Светлана не унывает. В планах открыть кондитерскую. Открытие цеха кондитерского с реализацией своей продукции. Вот такой бизнес-план в нашем районе. Это очень хорошая социальная программа, когда люди с ограниченными возможностями будут иметь возможность сами зарабатывать и еще определенные услуги оказывать населению района. Светлана готовится защищать летом проект на грант. А пока работает не только с людьми с особыми потребностями, но еще и бесплатно кормит одиноких стариков. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог, что вы есть. Анна Лисенбердина, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.